Добрый день, коллеги, здравствуйте, очень приятно вас всех приветствовать. Мы начинаем форум меценатов, мы проводим это мероприятие первый раз. Очень многие из вас знают наши мероприятия и наши конференции, наши закрытые встречи. Мы подумали, что крайне важно сделать регулярно мероприятие для того, чтобы говорить о поддержке культуры, о поддержке искусства, потому что это важная часть для очень многих доноров. Доноры это те организации, которых мы как ассоциация объединяем. Поэтому мне очень приятно открывать сегодняшнее мероприятие. Мы его проводим как итоговое мероприятие большого проекта, который мы больше года уже реализовываем. Носило название форум меценатов будущего и приходило при поддержке президентского фонда культурных инициатив. И, наверное, перед тем, как мы начнем, я хотела бы передать слово первому заместителю директора Игорю Соболеву. Тоже сказать буквально два слова про тему, про меценату, про культуру, про поддержку культуры, про то, насколько актуальна эта повестка сегодня. Игорь, вам слово. Спасибо. Буквально, правда, несколько слов. Очень приятно видеть всех в таком замечательном зале, очень подходящим по своему настроению для нашего сегодняшнего разговора. И важно отметить, что президентский фонд культурных инициатив, осуществляя свою работу чуть больше двух лет и проведя за это время уже девять конкурсов, итоги девяти конкурсов, сейчас идет подведение итогов десятого, прием заявок завершен на одиннадцатый. Поэтому за время работы больше шести тысяч проектов получили финансирование, и мы очень рады тому, что на каждый рубль вложенных государством средств авторы проектов и их партнеры привлекают еще один рубль со финансированием. Это вот очень важный для нашего фонда показатель, и поэтому разговор о меценатстве является одним из ключей к тому, чтобы в дополнение к государственным ресурсам достаточно серьезный объем средств культуры, искусства, креативной индустрии поступал от частных доноров, от меценатов, от корпораций и, может быть, даже малого и среднего бизнеса, что, в принципе, для всех нас является такой важной целью, задачей, на этот счет мы тоже рассчитываем, потому что много очень проектов, которые получаются финансирование на уровне, гранты на уровне до 500 тысяч рублей, и, кстати, уровень софинансирования у этих проектов даже порой бывает выше, чем в проектах с большой суммой гранта. Ну и вот поэтому рад приветствовать всех собравшихся на сегодняшнем мероприятии, и я думаю, что у нас должен состояться интересный конструктивный разговор о том, какие интересы предъявляют учреждения культуры, какие интересы есть у меценатов, у благотворителей, и как эти интересы совместить для всеобщего, для всеобщего, можно так даже сказать, и удовольствия, и благоденствия, и качества жизни. Спасибо большое, коллеги, но, безусловно, сложно не понять, в каком прекрасном месте, красивом зале мы сегодня проводим мероприятие, и я бы хотела буквально тоже несколько слов попросить Елизавету Фокину, генерального директора музея-заповедника Царицын. Да, да, добрый день, дорогие друзья. Друзья, мне кажется, что когда мероприятие приходит Царица, навсегда солнце. Очень хочется, чтобы у нас всегда было солнечно. Для нас очень почетно быть, собственно, площадкой первого форума меценатов, форума доноров, и с форумом доноров мы уже давно сотрудничаем, и для нас очень приятно, что вы выбрали нас в качестве вот такой территории для разговора о теме меценатства, но сегодня у нас будет большое количество разных тем, в которых мы все дружно участвуем. И для нас, как мне кажется, тема очень не случайна, потому что мы, как такая большая институция, много задумываемся о разных форумах поддержки, и нас, и других организаций, являясь в том числе иногда таким, может быть, методическим центром для других организаций, кто занимается активно и фандрайзингом, и поиском спонсоров и разных партнерских проектов и программ, а также для нас очень важна тема мотивации того, по какой причине тот или иной партнер, будущий меценат, который может еще даже не понимать о том, что он оказывается меценатом через какое-то время, или потенциальный партнер задумывается над тем, почему он начинает поддерживать то или иное направление. И, пожалуй, сейчас, когда все очень быстро меняется, когда мы видим, как меняется, особенно говоря, рынок, как меняется такой партнерский пул, как меняются интересы всех, нам очень важно как раз вот над этой такой общей мотивацией подумать, и, может быть, так для затравки уже, чтобы давать пас другим участникам. Вот когда я размышляла на тему как раз вот этого первого нашего круглого стола, я подумала о том, кем же мы являемся. Я сейчас не буду, наверное, обращаться непосредственно к самому точному определению меценат, потому что, конечно, самоопределение очень сильно трансформировалось за последнее время. Для нас традиционное понимание меценатства, это скорее традиционное понимание, в основном такой пик расцвета был именно в XIX веке, когда люди в собственной, наверное, такой ценностной рамке создавали и театры, которые впоследствии стали уже государственными театрами, вкладывались в тех или иных творческих художников, поэтов и композиторов, но и много-много чего, не буду это все перечислять. Конечно, сейчас появилось большое разнообразие фондов частных, меценатов, частных коллекционеров, которые тоже порой выполняют сразу несколько функций, и меценатов, и коллекционеров, и одновременно творческих людей. Большое количество организаций, которые хотели бы сотрудничать с подобного рода людьми и благотворительными фондами. И вот мы, например, как музей, когда я начинаю задумываться и о теме меценатства, и о теме партнерства, и о теме возможного взаимодействия с грантодателями, мы понимаем, что у нас есть три функции, как у государственного учреждения. Мы являемся в какой-то степени порой благотворителем, потому что у нас большое количество программ, которые мы реализуем, безусловно, мы не грантодающая организация. Но делая или реализуя проекты, которые находятся сверх нашего государственного задания, продумывая такую свою благотворительную миссию в какой-то степени, мы являемся благотворителем. Мы являемся организацией, которая осуществляет большое количество партнерских программ с разными благотворительными фондами и с разными также социальными институциями. И одновременно мы являемся благополучателем, потому что мы активно участвуем в такой повестке реализации конкурсных программ, пытаясь проводить у себя внутри большую фондрайзинговую программу и стратегию. Но вот вопрос того, насколько это впрямую, мы как такое учреждение культуры города Москвы, насколько это впрямую связано с темой меценатства, где вот в этой всей картине меценат, он благотворитель, благодатель, партнер, и можем ли мы, это я уже так скорее про проблемы, сегодняшнюю кульку славу, можем ли мы говорить о том, что мы занимаем или являемся одновременно одним лицом в трех лицах, да, и где эти меценаты сегодня, насколько они трансформировались или, может быть, превратились в благотворителей, если мы говорим про конкретные определения. Елизавета, спасибо огромное. Фактически, да. Фактически, Елизавета начала нашу первую сессию, первую дискуссию. Мы назвали ее «Творцы и меценаты ценностей и взаимные ожидания». Я хотела бы сразу представить всех участников сегодняшней дискуссии. Это Алексей Никитин, театральный продюсер, заместитель директора по развитию и специальным проектам театра Вахтангова. Елизавета Фокина, генеральный директор, государственный историко-архитектурного художественно-ландшафтного музея заповедника Царицына. Николай Троцкий, заместитель директора благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», благодаря которому проходит также сегодняшнее мероприятие. Огромное спасибо фонду. Михаил Фаустов, директор ассоциации книжных фестивалей проекта «Читающая Россия». Игорь Соболев, первый заместитель генерального директора президентского фонда культурных инициатив. И меня зовут Саша Болдрева, я исполнительный директор форума доноров, организатор сегодняшнего мероприятия. Итак, коллеги, вопрос фактически уже был поставлен. Перед тем, как мы сегодняшнее мероприятие начнем, мне бы все-таки хотелось поговорить про сущность меценатства, про поддержку культуры в широком смысле, про то, насколько действительно терминология актуальна. И, наверное, Николай, позволю себе уже попросить вас продолжить этот разговор, как организация, которая, ну, в общем, использует слово меценатство в своей деятельности, поддержке культуры, тоже очень многое посвящено вам. Насколько вы считаете вообще этот термин сегодня актуален? Есть ли разница и какая она? Добрый день, коллеги. Спасибо большое, Саша, за то, что пригласил выступить. Действительно, я, мне кажется, впервые за долгую нашу дружбу выступаю в таком зале. И я не знаю, к чему я волнуюсь, рассказать о меценатстве и благотворительности, либо о том, что я нахожусь в таком шикарном зале. Спасибо большое принимающей стороне. Действительно, говорить о меценатстве, наверное, нужно именно в таких залах, потому что, если мы вспомним банальный закон о меценатстве, да, то там прописаны его цели. Это поддержка деятельности, связанная с сохранением культурного наследия. В принципе, когда мы начинаем внутри фонда обсуждать наши дальнейшие проекты и программы, то первый берет слово у нашего юриста и сразу нас откидывает туда в законодательство, объясняя, что, собственно, вот это и есть меценатство, а это по закону, не меценатство, чтобы вы об этом не говорили и не думали. Хочу напомнить, что я представляю фонд Шербухановича Усманова. Это, ну, мне кажется, крупнейший из наших отечественных меценатов и филантропов, и не только наших, но и, наверное, во всем мире. Действительно, в своем позиционировании мы очень часто говорим слово меценатство, подразумевая, что, наверное, мы одни из немногих в стране, кто четко себя позиционирует в области поддержки культуры и искусства. И всячески мы об этом заявляем и говорим, развиваем это направление. Всегда говорим о том, что мы поддерживаем, прежде всего, крупные культурные проекты и те проекты, которые, прежде всего, откликаются у основателя. К вопросу о различиях, либо сходстве чего-то. Вот я сейчас прокручивал в голове. Вот только что я озвучил цель меценатства и закона. Наша миссия, которая прописана во всех документах, это поддержка и накопление культурного наследия страны. Если вспомнить слова нашего основателя, то он говорит, что для меня очень важно, чтобы культура была доступна всем слоям населения. Неважно, где ты рожден, где ты живешь, важно, чтобы ты смог прикоснуться к великому. Приехать либо в Москву, когда везут выставку из Италии, либо приехать в Жизногорск, когда выставку из Москвы привезли в Жизногорск. И для него это уже его меценатская миссия. И получается, что на самом деле есть закон, а есть то, что у нас вот здесь вот в сердцах, в душе. И как это откликается. Кто-то, поддерживая, допустим, креативные индустрии, к разговору о прогрессе. Раньше мы говорили о чем? О искусстве, о культуре. Иногда говорили о творческих индустриях. Именно творческие индустрии. Сейчас есть целый кластер, который называется креативные индустрии. Я точно знаю, что многие бизнесмены с удовольствием поддерживают, выражая именно свою меценатскую позицию в этом направлении. Это тоже говорит о том, что они меценаты, они благотворители. Можно быть, конечно, говорить шире. Благотворитель в культуре, благотворитель в креативных индустриях, благотворитель еще где-то. Если мы же хотим закрепить позицию мецената и сформулировать более четко, то, конечно, нужно пересматривать законы, когда говорить, что вот это вот есть так, 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 и это относится к меценату. А это все филантропия или благотворительность. Но на самом деле, высказывая лично свою позицию, очень часто спрашивают, кто он, меценат. Это тот, кто действительно по жизни себя определил уже не как предприниматель, а как человек, который видит свою миссию в поддержке культуры, как Алишер Буханович Усманов. Или тот, который пришел, допустим, ну, как вариант, я даже не возьму крупные такие институции, как Царицын, а возьму более современный, допустим, гараж. И у них есть там программа «Друзей гаража». И он поддержал современное искусство, молодой человек, который откликается. Может быть, мы никогда не впишем его в аналог меценатства в стране, но он ощущает себя, мне кажется, точно меценатом. И это, наверное, самое главное, когда у нас в стране есть такая возможность ощущать себя меценатом в той, наверное, степени. Не знаю, ответил. Спасибо. Да, вполне себе. У меня, наверное, дальше вопрос к Алексею Никитину. Алексей, подскажите, пожалуйста. Во-первых, задумываетесь ли вы относительно того, меценаты, не меценаты, доноры, не доноры, или вы мыслите какими-то другими сущностями, в первую очередь? И что, в принципе, вы ждете от тех сущностей, с которыми вы взаимодействуете, будь то меценат, партнер, спонсор и так далее? Да, спасибо, коллеги. Всем добрый день. Я в субботу прочел тему нашей дискуссии и начал про них размышлять. Причем в субботу я, на самом деле, гораздо раньше получил. Просто мы подавали заявку в фонд культурных инициатив, а там, на самом деле, сразу две. До пятницы совершенно не было никакого времени. Я подумал, и всегда, как будто бы, когда есть какие-то глобальные вопросы, ты возвращаешь их истоком и начинаешь думать про тех людей, которые в начале 19-20 веке поддерживали искусство и, по-моему, назывались меценатами. Это и Морозов, и Щукин, и Третьяков, и Бахрушин, и много-много-много других людей. Чем их отличало? Это были предприниматели, безусловно, это все очень богатые люди были. Ну, либо там Тенешина, графиня. Это были высокообразованные люди с знанием нескольких иностранных языков, с знанием европейской культуры, которые очень любили русскую культуру, очень хотели ее изучать и, самое главное, сохранять. И, в общем, ни в чем себе не отказывали тратить огромные состояния на поддержку и, опять же, самое главное, сохранение. Там, ну, не знаю, для Морозова это вообще плохо закончилось. А Надежда фон Мьяк, например, она же Чайковского поддерживала, может, потому что была в него влюблена, ей ничего не надо было. Ну, то есть, это все вот, это просто любовь к тому, что есть вокруг людей. Тенешина, которая собирала, когда ей привозили эти телеги, шли, куда вы, там, когда Тенешина доехать? А что вы везете? Всякое барахло собирает. А это барахло теперь является достоянием российской культуры, русской культуры. И, если делать мостик уже сейчас, я, когда занимался независимым театром, у нас были спонсорские средства и меценатские средства. Опять же, я не могу понять, какое правильное слово подобрать здесь. Вот меценаты ли они сейчас? Потому что, как будто бы сейчас, это все люди бизнеса, которые по тем или иным причинам, слава богу, вкладываются в культуру так или иначе. И большое им за это спасибо. Но, наверное, внутри мы понимаем, что так или иначе, это сделка. И они, как успешные бизнесмены, очень хорошо понимают, что такое сделка. И любое их пожертвование или благотворительность, оно преследует какие-либо цели. Хорошие, плохие, неважно. Это социальный статус, это доступ в какие-то приоткрытые общества, это лоббирование каких-то своих интересов, опять же, своего бизнеса. Это все нормально. Это все должно так быть. Просто вопрос, называем ли мы это меценатством или нет. Я, наверное, больше склонен говорить о благотворительности. В законе, собственно, оно и есть о благотворительности, меценатством, как он так и называется. Говорить о спонсорстве. Что такое спонсор? Спонсор, он хочет иметь потом, то есть вы нам деньги, мы вам лицо. Тут все понятно. Но также, если мы будем смотреть, как это происходит в Европе или в Америке, спонсор чаще всего имеет потом преференции от государства, будь то налоговые или какие-то еще. У нас, к сожалению, вот тут, мне кажется, вот это тоже очень главный вопрос, когда уже наконец у нас появится закон о спонсорстве, который уже 20 лет обсуждается, ничего не происходит. Это, я понимаю, это большое законотворчество, которое меняет фундаментальные подходы к законотворчеству в нашей стране. Ну, и, наверное, про это все время все говорят, про это надо продолжать говорить. Вот что я думаю. Спасибо огромное. Михаил, попрошу, можно вот там передать нам микрофон? Второй. Спасибо большое. В фестивале это такая, с одной стороны, очень новая история, очень сложная история. И мне кажется, что здесь партнерств должно быть еще больше и так далее. Расскажите, пожалуйста, что вы думаете про эту потребность, наверное, того кластера, с которым вы работаете, тех людей, с которыми вы работаете? Что нужно им, когда речь заходит о частных деньгах, о частной поддержке? Ну, я, как было тут сказано, директор Ассоциации книжных фестивалей России, и я, в общем, провел не так много книжных фестивалей, как хотелось бы, штук 30 всего. Поэтому есть у меня определенный опыт, и положительный, и отрицательный. Причем опыт работы как с частными структурами, как с фондами, и физическими лицами, и с государством. И вот недавно меня как раз спрашивали, с кем лучше всего из этих парней общаться. Я считаю, что с государством проще всего. Там абсолютно понятное правило игры, и ты прекрасно понимаешь, вот за этот буйок ты не заплываешь, и будет тебе счастье. И вовремя отчетности сейчас давай. Это не относится сейчас к государственным или окологосударственным фондам, это именно относится к институционным. Я не могу это слово выговорить. Институционально. Я никогда это слово выговорить не смогу, извините. Я не знаю, почему оно стало вдруг модным, именно надо мной, чтобы поиздеваться. Так вот, с какими государственными органами работать гораздо проще. Получил деньги, отработал, пошел. Работать с фондами, ну, типа ПФКИ или ФПГ или там Фонд культуры Российской Федерации в определенной смысле сложнее. Я вот за... 11 было, да, там у вас подача? Я подавался на ПФКИ раз 20, а то и 30 тоже. Не выиграл ни разу. Самое интересное, что обычно я получаю оценку 4 за опыт команды. Если у меня нет опыта команды, ну да, 30 фестивалей, наверное, мало. Когда будет 130, наверное, за опыт команды поставят 5. Поэтому тут есть определенные у меня какие-то вопросы. А с другой стороны, могу про другой фонд сказать. Не буду сейчас про ПФКИ, потому что про просутствующих не буду говорить плохо. Вот, например, выиграли мы грант на книжный фестиваль в городе Владимир. Позапрошлым, по-моему, году. И звонит из фонда девушка и говорит, что вот вы должны сдать отчетность по вашему проекту на пятый день после окончания проекта. Я понимаю, что здесь сидят люди, практикующие, такие же, как я. Вы верите в отчетность, данную на пятый день после окончания проекта? На пятый день после окончания проекта основные контрибьюторы этого проекта только просыпаются. Причем не все, некоторые. Возможно, проснется бухгалтер. Но человек, который пишет аналитический или так называемый творческий отчет, по-всякому это называется, он обычно все равно спит. У него просто сил нет о том, чтобы подумать об отчетности. Я в свое время один частный фонд, бывший представитель которого сейчас сидит и на меня с улыбкой смотрит, точно в том же обвинял, но там попытался и мне удалось их убедить. А вот с государством такое удалось не прокатывать, с окологосударственным фондом. Они начинают на тебя говорить, что ты плохой, что ты плохо сдаешь отчетность и вообще работать не умеешь. И грозят санкциями, прокуратурой и всем, чем может еще угрожать государство. Самое интересное, что ни одна из этих угроз ни разу выполнена, не была. И все равно, да, и все равно... Слава Богу. Да, ну, я же не знаю, что у них на уме. У них может быть на уме сегодня одно, завтра другое. Когда ты работаешь с какой-то корпорацией, здесь, возможно, масса проблем, связанных с тем, что корпорация рассматривает тебя в основном. Я не буду говорить за всех, я про себя конкретно, я, в общем, только про себя знаю, про всех остальных не знаю ничего. Когда они работают с тобой, они тебя воспринимают как человека, который оказывает им услуги. Государство и окологосударственные фонды тебя таким не воспринимает человек. Ты делаешь культурный проект. Ты не оказываешь никому услуг. Ты не обязан поставить логотип корпорации размером с ползабора, чтобы его было видно с расстояния 300 метров. Ты обязан, чтобы у тебя произошло что-то красивое и хорошее. Но когда ты начинаешь работать с корпорацией, тут возникает проблема вот именно такого свойства. Ты всем всегда должен. Более того, был случай, я опять-таки как человек практикующий, у меня есть свой черный список корпораций, с которыми мне предложат лично миллион долларов, я не пойду. А что только на фестиваль попрошу, то тоже не знаю. Делаем проект, выиграли грант, все классно. Пишем его, расписали бюджет, замечательный бюджет, аж 8 миллионов рублей. Не знаю, что на них можно купить, но маленький книжный фестивальчик провести можно. И вот начинаются командировки, постоянное согласование, обсуждение цвета логотипа, который должен совпасть с корпоративным цветом компании почему-то. Неизвестно почему. И тут вдруг, когда ты уже потратился, когда у тебя фестиваль через три недели, тебе говорят, что это, парень, форма договора будет не грантовая, с которой, как известно, налоги не платятся, а договор услуг, с которой ты, парень, это они мне не говорят, а я-то знаю, сейчас заплатишь налогов минимум 7%, а максимум 15%. А эти налоги ни в каком бюджете, который ты защитил полгода назад, не фигурируют. Ой. И тогда что делать? Отказываться, а тут уже народу заряжено все. Вот вам типичный пример этики взаимоотношений грантодателя и грантополучателя. Когда мячик находится на стороне грантодателя, он со всей силы его лупит на твою половину площадки, и ты уже не знаешь, что с этим мячиком делать. Это серьезная проблема. Поверьте, я сталкивался с ней несколько раз. Но опять-таки, если вспомнить другой частный фонд, с которым мы работали, там на этапе защиты бюджета финансовый директор этого фонда сел и показывал мне пальцем, вот здесь парень тебя ждет с засада, вот здесь парень тебя прищучит налоговая, а вот здесь еще кто-нибудь. И на этапе формирования бюджета это все дело было согласовано, решено, и все вышли из ситуации в нормальных взаимоотношениях и с фондом, и с грантодателем, и с благополучателем, конечным жителем Иркутской области, и с законом Российской Федерации. Поэтому эти проблемы, я считаю, надо обсуждать, надо поднимать, и они гораздо важнее того, как назвать конкретного человека, который выдает деньги. Меценат, филантроп, грантодатель, да хоть ты его кем угодно назови. Главное, чтобы обе стороны в этом диалоге находились именно в диалоге и именно уважали друг друга. Я тоже не самый хороший, наверное, исполнитель, но вот когда на меня начинают давить, я начинаю давить в ответ. Какой бы сильной ни была та давящая сторона, закон сохранения импульса никто не отменял. Понятно, но если резюмировать, это нужен диалог, диалог взаимного уважения. Согласна. Елизавета, можно попросить вас продолжить с точки зрения того, что такие крупные институции, действительно, когда речь заходит о частном финансировании, считают наиболее постребованным, нужным, актуальным для себя. Что институция считает постребованным. Да, я на самом деле еще тоже, вот коллеги говорили, я так записывала для себя, думаю, как же можно типологизацию-то разложить. Действительно вспомнила, что есть закон о меценатстве, который никак он же принят, или он не принят, он есть. Но там, я помню, что все время это обсуждение, им недовольны, нет каких-то преференций. Да, и так далее. Я просто подумала о том, что с точки зрения вообще такой мотивационной, наверное, основы для мецената, раз мы ходим все-таки вокруг слова меценат, а не грантодатель. Я пока уж тут попытаюсь. Все-таки, наверное, это человек или организация, или человек, соединенный с организацией, который точно не может не делать этих своих вложений. Мне кажется, что вот внутри у человека так это все заложено, что он просто точно не может этого не делать, или денег не давать на это, не поддерживать. В смысле, я сейчас не только про деньги, а про разные ресурсы. И, наверное, тут можете меня на это, наверное, обругать. Наверное, меценат, если он меценат по своей такой природе, он, наверное, за эти деньги не должен, ну или за те ресурсы, которые он дают, не должен ничего обратно для себя хотеть в виде критериев эффективности еще чего-то. Потому что все-таки мы вот сейчас, я его, коллег, слушала очень внимательно, безусловно, нужно ввести более четко и структурированные разные понятия, потому что мы, конечно, сместились в сторону благополучателей, грантодателей, спонсоров, партнеров. И мы, конечно, осуществляя любые вложения, я сейчас говорю не как учреждение культуры, а как потенциальный грантодатель, мы, конечно, хотим понимать, за что мы даем, какой это приносит эффект, долгий или короткий, какой это приносит эффект и для организации, которая дает, или для чека конкретно, и для того, кто получает, и какое количество еще благополучателей вокруг образуется. Но вот если говорить про дефициты, это то, про что мы тоже, Саша, с вами обсуждали вот как бы еще за рамками нашего круглого стола, то мне, наверное, хотелось бы сказать, что, конечно, сейчас большое количество есть организаций, я сейчас не про меценатов как раз скажу, а скорее про то поле, которое есть, которое поддерживает активно проектную деятельность. Но проектная деятельность, она конечна. В том смысле, что она может длиться год-два, есть проекты более длительные, но если мы говорим про устойчивую систему, то, конечно, требуется, мне кажется, нам, как организациям культуры в первую очередь, требуется системная поддержка, и это скорее разговор про как раз меценатов, частных лиц или организаций, которые могут входить в попечительские советы или тема эндаумента, которая тоже какое-то время назад поднималась, сейчас, но так неактивно, может быть, развивается. Вот, потому что, с моей точки зрения, как раз попечительские советы, это есть тот социальный лифт для потенциальных меценатов, которые могут попадать, например, в какую-то управленческую, в смысле верхнеуровневую систему разных организаций, где-то влияя на деятельность организации идеологически, и где-то влияя посредством собственных вложений. Это то, что, мне кажется, активно развито во всем мире. Вот именно тот социальный лифт, ради которого многие люди, являясь меценатами, попадают в те или иные структуры. Ну и если говорить про такие потребности, как раз которые могли бы быть закрыты непосредственно меценатским вложением для нас, для учреждения, конечно, когда я говорю и про системность, и про проектную деятельность, на сегодняшний день очень мало людей или организаций, которые, например, активно помогали бы музеям с точки зрения пополнения их фондов. Вообще вот эта линия ушла как класс. То есть кажется, что все музеи давно уже укомплектованы, что современных художников нет. Ну в смысле они есть, конечно же, но в смысле что их работами как бы не совсем очевидно кажется, что можно пополнять музеи. И научная деятельность, которая на сегодняшний день для наших музеев является, ну вообще я считаю, что наука и музеи это, в общем, друг от друга неотделимы, да. И научную деятельность не всегда можно зашить в проектную, поэтому она является инфраструктурной и системной. И это такие важные линии, которые на сегодняшний день, вот например для нас, как для музея, да, или для организации культуры являются важными, и на них бы, и об них бы можно было бы как раз подумать в сторону вот такого направления с точки зрения меценатов. Спасибо большое. Алексей, давайте мы тогда закончим с представителями от культуры, их ожиданиями, ваше понимание того, что театрам нужно, когда речь заходит о частном финансировании. Ну какие потребности, какие ожидания, но здесь-то давайте оградим государство, с государством мы поговорим отдельно, говорим сейчас про частные деньги, про бизнес частных людей. Ну, мне кажется, наоборот, что нужно, если прийти к любому директору в кабинет любого учреждения культуры, ну, наверное, да, скорее всего так и будет, и спросить, что тебе нужно, он скажет первое, нам нужны площади, нам нужны деньги. Это скорее чаще всего. В музеях, понятно, надо больше комнат, чтобы выставлять из запасников свои предметы. Театру нужны либо репетиционные помещения, либо там, где играть. Ну и деньги нам всем нужны. А еще самое главное, вот глубоко главное не лезть туда, потому что мы как бы сами, мы тут художники, а вы как бы мешочки, там специальный человек, туда пройдите, в кассу сдайте, а мы тут сами разберемся. Это, конечно, в корне неверно. И то, как у меня было, то есть у меня самый большой опыт взаимодействия с благотворительной организацией, это наше взаимодействие в театре или ансамбле с фондом Олега Дерипаски «Вольное дело». Это тяжелая работа, когда мы шли навстречу друг другу, когда мы с театром, в общем-то, в первые годы, ну, фактически за еду и за проживание, и за то, чтобы посмотреть, какая красивая Россия, ездили в различные города, Сибири и других точек, выполняя там, ну, как бы, выполняя там социальную ответственность Олега Дерипаскова в регионах, где он присутствует. Это тоже абсолютно нормально, и я это всячески поддерживаю. И потом, шаг за шагом, мы сближались, наши руководители общались между собой, мы сближались с сотрудниками фонда. И все это вылезло в то, что во время пандемии фонд, ну, как бы, мы уже на него чуть-чуть еще надавили, потому что там опять большая процедура, совет директоров, надо все решить, принять, сумма большая. И вот, и когда началась пандемия, мы уже так немножко ударили по рукам, чуть-чуть посильнее, и во время пандемии мы нормально себе существовали, потому что у нас уже было на год выделено финансирование на жизнь нашего коллектива. Это были и, значит, часть зарплат артистам и сотрудникам, это были отдельные образовательные проекты внутри театра, и была одна постановка. То есть это работа, и тут обе стороны должны четко понимать, зачем они это делают, и уважать потребности друг друга. То есть, опять же, мы не можем говорить, что вы нам деньги, а вы там, ну, как бы, потом логотип повесим, так не работает уже давно. Эти логотипы везут везде, и, по сути, оно так не должно быть. Когда у бизнеса есть социальная ответственность, или он хочет вкладываться в что-то конкретное, это налаживает диалог, и это хорошо для культуры в любом ее проявлении. Социальная ответственность в регионах, как я уже сказал, тоже совершенно прекрасна, потому что сейчас мы можем говорить все равно о том, что культура у нас как бы столична и центрична, и мы всегда пытаемся реализовать ее в регионы. То есть, там, например, мы в театре с театром Вахтангова, там, Кирилл Крок выкупил дом Вахтангова, восстановил его, мы там сделали огромный концерт на 6 тысяч человек, сейчас будем делать там еще и фестиваль. И как бы нам важно это, мы понимаем, что людям там это надо, потому что там три месяца музей открыт, туда уже больше 5 тысяч человек сходили, посмотрели нашу экспозицию. Там работает арт-кафе, куда приезжают и московские артисты, и выступают местные. Оно там где-то 15-18 дней в месяц, оно заполнено. Мы понимаем, что людям это важно, это нужно. Хотя Северная Осетия ну не обделена культурой уж точно, там помимо нас присутствует еще куча-куча-куча великих поталантливых людей. Поэтому завершая, да, важен диалог, это всегда работа, это всегда компромисс, и это всегда дорога к друг другу, и важно понимание, зачем это нужно бизнесу, когда он это делает, и важно понимание, зачем это нужно к культуре, или театру, когда к тебе этот человек приходит. Ты должен ему что-то дать. И если в некоторых счастливых случаях это любовь, в других случаях это может быть не так. Эту любовь надо заслужить. Можно я уточню буквально очень коротко, на полминутки, если есть ответ. Нет разницы между государственными и частными деньгами, когда речь заходит о запросах и потребностях? Или она есть? Я думаю, разница только в количестве этих потребностей. Ну, то есть на 8 миллионов можно сделать один средних размеров фестиваль, а театрю или ансамбль на 8 миллионов жил бы, да год мы бы жили вообще нормально и ни в чем бы себе не отказывали. Ну, то есть это разные абсолютно мешки. То есть, опять же, тоже очень коротко, почему Олег Дерипаско связался со школой-студии и начал именно студентов возить в регионы? Вначале он как бы подумал, надо мне туда культуру. Он говорит, ну, кого? Ну, МХАТ надо везти, в Иркутск надо везти МХАТ. А потом ему объяснили, что, во-первых, это много людей, это сразу там трупа, там 100 человек со спектаклем выезжает, это нужны ресурсы в театре, в регионах, потому что это сразу аренда кучи дорогостоящего оборудования, потому что на той площадке этого, скорее всего, нет. Он сказал, вот есть студенты, у них маленькая площадка, у них практически там нет никакого оборудования, и им не надо платить гонорар даже. Ну, то есть, вот, пожалуйста, бери, вози. Это получилось удобно и выиграли все стороны сразу. Выиграла школа-студия, выиграла регион, выиграла Дерипаска. Это идеальная конструкция, которая может быть. Тут все совпало. Спасибо. Николай, давайте продолжим с вами. С точки зрения частного фонда, какие потребности у частного фонда, когда речь заходит о взаимодействии с учреждением культуры или с другим партнером из этой сферы. Наверняка, ведь тоже есть какие-то требования, ожидания и так далее, или только порывы, и это в первую очередь то, что стимулирует партнерство, взаимодействие. Ну, на самом деле, такой вопрос разносторонний для нас. Давайте начнем с того, что все-таки, когда речь идет о частном фонде, вот не зря сейчас говорили про терепаску, да, там, он высказывал, либо его команда высказывала конкретные задачи и цели. У нее были свои потребности. Наши потребности вообще очень простые, и, как я уже с самого начала говорил, они сформулированы в миссии фонда, и нам этого вполне достаточно. Но при этом у нас есть, у команды, допустим, у профессионалов, есть свои потребности сформировать среду, в которой мы работаем таким образом, чтобы она не спорила ни с законом, она не спорила ни с благополучателями и выполняла те задачи и достигала тех целей, которые ставят перед нами основатели. Поэтому вот мы формируем такую оболочку, получается, прежде всего. И когда вот получаем обратную связь, допустим, что, о боже, через пять дней сделать отчет, это невозможно, значит, нужно доработать таким образом, чтобы было комфортно и благополучателю, и, собственно, фонду в этой сфере работать. Как минимум указать тот пункт в договоре, где это написано пять или десять, чтобы благополучатель был готов до того, как подписал этот договор, подготовить отчет через пять дней. Был бы готов кто-то, кроме бухгалтера. Да, да. Ну, на самом деле, я считаю, что не зря я начался выступление тоже еще из закона, и закон, и договор четко фиксируют всегда. Это никакая неожиданность. Я не знаю, какие сейчас организации работают таким образом, что завтра рассказывают о том, что послезавтра нужен отчет. То есть это все заранее проговорено, все заранее прописано. Какие у нас ожидания? На самом деле, вот как раз ожидания такие, что все, кто участвует, допустим, в грантовых конкурсах фонда, которые реализуются фондом в достаточно большом количестве, читали как минимум положение о грантовом конкурсе и были готовы его выполнять. 80 процентов. Это касается не только частного фонда. Я думаю, что по ФКИ то же самое происходит и еще в более глобальном бедственном масштабе. То есть я сам видел эти заявки и понимаю, о чем речь. То есть наши ожидания очень простые. Собственно, чтобы те, кто обращаются в фонд, во-первых, понимали, какие настроения, какие направления интересов у основателя фонда, у частного и они могут быть разные совершенно. Кто-то любит фехтование, кто-то вкладывает деньги в искусство, но не нужно туда приходить со спортом. Бесполезно. Второе, это действительно, когда все, кто обращается в фонд, должны внимательно просто оценивать, изучать ту документацию, которая есть у фонда. Начиная от устава, заканчивая положением грантовых конкурсов, которые, ну не зря же мы работаем над этим положением, мы его каждый раз переделываем, чтобы еще было комфортнее благополучателем работать с этим положением. Но нужно его хотя бы прочесть. И это вот самое главное ожидание для нас на самом деле. Ну и конечно законы, которые должны нам помогать наше общество развивать. И я не вижу препятствий в законах, но порой не хватает помощи. Но при этом не только на конференциях об этом нужно говорить. Есть советы при Министерстве культуры, при Министерстве труда и защиты населения. То есть можно приходить туда и на этих советах поднимать эти вопросы и менять законы, корректировать их. Все в наших силах и все мы можем сделать вместе. спасибо большое. Я думаю, Михаил говорил в первую очередь не про грантовые конкурсы, а про другие типы. Михаил, вы, наверное, говорили не про грантовые конкурсы, где действительно все всегда очень понятно, а про другие договоры, другие типы взаимодействия, когда все во время обсуждения формируется. Там обычно бывает так, либо ты подписываешь договор на наших условиях, либо не подписываешь. Ну, так, наверное, тоже бывает. Игорь, наверное, попрошу теперь вас взять микрофон. Очень часто вас упоминали. У вас не 5, у вас 10 дней на подготовку отчета. Их несколько, поэтому тут все немножечко по-другому идет. Вместе с тем, ну, действительно огромное количество заявок через вас проходит. Если проанализировать, можно ли проанализировать тот огромный масштаб всего, что к вам и через вас проходит, и попробовать все-таки понять действительно основные потребности, которые сейчас есть, они в чем? А можно я сначала отрефлексирую на дискуссию, которая у нас состоялась, потому что, мне кажется, очень интересные мысли прозвучали, причем от всех участников, как от тех, кто рассчитывает на помощь математам, так и от тех, кто сам представляет математ. Вот мы все время говорили о законе, и действительно, да, законы математства очень важный, нужный, полезный закон абсолютно, но все из нас, практически, ну, из тех, кто участвовал в дискуссии, говорят, что, ну, вот по закону меценат это вот так, а мы думаем, что меценат это вот все-таки по-другому. Вот у меня тоже такая мысль есть на самом деле. Вот для меня, например, я скажу, кто меценат, хотя по закону, конечно, это и физическое лицо, и организация для меня все-таки меценат это физическое лицо, ну, вот как мне бы казалось, что правильно, потому что организация всегда подвержена определенным правилам, вынуждена стандартизировать свои подходы и так далее. Даже частный фонд, представляющий крупного мецената, все равно он переходит на рельсы, когда выбор делается не сердцем, а головой. А меценат, на мой взгляд, это тот, кто выбор делает сердцем. Что нравится, на то и даю деньги, то и финансирую, в то и вкладываюсь, то, что я люблю, то, что мне любо. Если мы будем анализировать дальше, то как раз здесь вот и лежит определенная грани отличия от подходов государственных институций, корпоративных институций, слово нелюбимое, организация, будем так говорить, когда они вынуждены выбирать по определенным правилам, стандартам, подходам, прописанным в положениях, в конкурсах, в политиках и так далее. И вот беседуя, например, с заявителями к нам в фонд, я всегда говорю, вот слушайте, мы не даем деньги на самовыражение деятелей искусства, культуры, креативных индустрий. Если вы хотите делать что-то, что вам только интересно, то ищите деньги в других местах, не в нашем фонде. Мы не дадим на это денег. Мы даем деньги на определенные тематические направления, которые четко указаны в положении о конкурсе, внесены в устав, обхон и так далее. И по закону о меценатстве тоже правильно узость подхода заложенная там. Абсолютно верно вы говорите, что юристы вас останавливают. Если хотим по закону о меценатстве, значит, вот только об этом речь. И я говорю, если вы хотите поддержку свободного искусства, то вот вариант. Вы делаете то, что вы считаете нужным, берете шапку и идете шапкой по кругу. Кому понравилось, тот вам туда положит. Более цивилизованный формат это купили, продали билеты, у вас купили билеты, пришли, посмотрели и вы окупили те вложения, которые вложили. Или пошли к меценату, который сказал, мне нравится, я дам вам деньги, делайте. Все остальное подвержено правилам, подвержено определенным стандартным подходам. И в нашем фонде эти тематические направления, которые отдельно оцениваются и так далее. Но даже если меценат выбирает сердцем, даже если вот так сузить понятие меценатства, все равно, конечно, когда-нибудь он скажет, но я хочу проанализировать все-таки, вот что я выбрал сердцем, это вообще какое воздействие оказало там на зрителей, на публику, на какую-то сферу, в которую я решил вкладывать свои средства, на людей, которые в этой сфере работают, на таланты, молодые или уже состоявшиеся. И поэтому, конечно, он захочет все-таки рано или поздно, даже вложившись по велению сердца, оценить то, что сделано. Поэтому правила и в меценатстве будут. Да, меценат скажет, договор заключаем только так, как я сказал. Будет абсолютно прав вам здесь хозяин. И затем он еще скажет, ну и давай мне на второй день отчет после мероприятия. Его право, ваше право не взаимодействовать с таким меценатом. Но в наших фондах, да, действительно, не 10 дней, да 40 дней. Все зависит от того, как вы сами составите свою заявку в фонд. Вы можете завершение этапа или завершение всего проекта поставить на второе число, и у вас будет 40-38 дней на отчетность, потому что отчетность дается до 10-го числа месяца, следующего за месяцем завершения этапа или проекта. Соответственно, заложили себе второе число, вот вам 40 дней на отчет. А если вы заложили себе еще дополнительный месяц на отчетность после проведения мероприятия, у вас вряд ли кто в этом установит, наберете баллы, выиграете. Значит, у вас будет два месяца на отчетность. Пожалуйста, все зависит от вас. Правильно, абсолютно соглашусь, нужно читать те правила, нужно читать те формы, по которым работает благотворитель. Ну, мы будем говорить, или государственная структура. спасибо огромное. Коллеги, у меня, наверное, сейчас следующий будет вопрос сразу ко всем. Я думаю, от Алексея пойдем. Попрошу я каждого высказаться. Мы говорим про поддержку культуры, мы говорим про меценатство, мы говорим про людей. Безусловно, что-то должно происходить в стране, чтобы таких людей становилось больше, чтобы таких организаций становилось больше. и на ваш взгляд, что должно происходить, что мы должны делать, что должно, может быть, меняться в любом ключе, когда речь заходит о людях и организациях, чтобы таких людей, таких организаций было больше, на ваш взгляд. Алексей, если можно, я бы попросила, наверное, начать с вас. Это сложно и интересно. То есть, если мы говорим про тех, кто потенциально может давать деньги в бизнес, то для бизнеса это стабильность в любом случае. Бизнес должен быть стабилен. И любое социальное колебание, оно плохо. Ну, тоже, я когда еще полтора года назад работал, два года назад работал в театре «Современник», мы планировали проект, в который, ну, так получилось, что банк Тинькофф, он был готов, в общем, мы там полгода, ну, может, не полгода, там, месяца-три мы находились в переговорах, им абсолютно было, ну, как бы, не так важно, что за контент и идеология внутри, им важно было расставить свои стоечки, ну, как бы, чтобы очень много людей, значит, получило карту. Потом случилось то, что случилось в феврале, ну, и, соответственно, все, это нестабильность, мы, говорит, мы сейчас все, мы все благотворительные программы закрываем, денег нет, мы вот сейчас ждем. И до сих пор они ждут, спектакля не получилось. И вообще все поменялось. мне кажется, что культура – это часть нашей жизни, и какая бы жизнь ни была, люди все равно будут тянуться к культуре, потому что она дает ответы на какие-то глобальные и самые важные вопросы в нашей жизни. вот так, наверное. Ну, то есть культуру нельзя отменить, ее нельзя запретить, ее нельзя переделать, ее нельзя подстроить под какие-нибудь ценности. Она создается внутри общества, а общество уже формирует то, что мы видим. Да. И еще, раз уж я тут, наверное, доноры же смотрят нас, как вы считаете? Ну, вот есть два проекта, один в Петербурге, другой, я еще не решил, где его делать. Один, мы делаем вторую редакцию, ну, как, наверное, вторую редакцию спектакля сказки «Алибаба и сорок разбойников» Смехова и композитора Никитина. Ну, это в Петербурге, это мы на линдоке хотим. У нас есть немножко денег, но нам еще было бы неплохо. Вот. А второй, он связан с киноиндустрией и инклюзией, инклюзией в киноиндустрии. Это такая лаборатория, которая включит в кинопроцесс актеров с разными заболеваниями и разной степени инвалидности. Он вообще очень классный. У меня есть презентация, могу всем прислать. Если вы знали. Мы поняли. Я готова выступить передаточным звеном. Маленькие минуты славы. Да, я не буду рассказывать про наши проекты. На самом деле, вот, Игорь сказал очень такую точную вещь, да, что меценаты или вот есть люди, которые выбирают сердце. Да, вот прям мне очень близко показалось, потому что, мне кажется, чтобы больше было людей, так или иначе, вовлеченных в процесс благодеяния, благодательства, благотворительства и так далее, да, мне кажется, что это такие состояния влюбленности, очарования местом, людьми, идеями, тем, что происходит, потому что, мне кажется, что вообще в таких социальных сферах, к которым я отношу и в том числе и образование, культуру и спорт во многом, да, работают миссионеры, которые просто без этого не могут жить, да, и ровно такая же ткань и такая же, мне кажется, структура у меценатов и благотворителей. Мне кажется, что сейчас очень велик социальный запрос со стороны людей, населения, я скажу так, да, потому что мы много работаем с разными сообществами, с людьми, на желание куда-то что-то привносить, участвовать, волонтерский ли, какой-то копеечкой в 100 рублей, я сегодня об этом буду рассказывать в этих проектах, не знаю, более крупными суммами, да, потому что это соответствует каким-то ценностным представлениям людей, желанию помочь в инклюзивных, в социальных проектах, в культурных проектах, потому что им нравится, опять-таки, скажу, место и люди. И для того, чтобы, наверное, все это как-то развивалось и росло, нужно, с моей точки зрения, как можно больше таких территорий и площадок с презентациями проектов, при этом публичными, да, вот такие ярмарки проектов, не знаю, ярмарки презентации, не знаю, онлайн, оффлайн, платформ, потому что у нас сейчас такой большой поток информации, мы все уже фильтруем все, что есть, но на то и создаются в какой-то степени экспертные сообщества, которые уже представляют или презентуют уже отобранные проекты, да, чтобы не приходилось тратить времени на то, что может быть там чем-то не соответствует, но вот для того, чтобы это как-то появлялось, потому что, еще расскажу, сейчас у людей большая потребность быть вовлеченными в разного рода социальные и культурные проекты, мы как территория, которая работает с большим количеством людей, которые посещают более 6,5 миллионов человек в год, мы видим, что у людей вот эта социальная потребность очень высока, они хотят участвовать в разных проектах, не обязательно финансово, и вот это, мне кажется, какой-то новый слой вырастающих меценатов, то есть мы их так не называем меценатами, но это правда абсолютно какая-то ценностно меняющаяся формат. Спасибо. Зерно, понятно, да, спасибо большое, Николай. Повтори мне вопрос, просто я слушаю ответы и понимаю, что они разные. Вопрос был достаточно широкий, потому что это... Да, то есть если говорить о... Давай тогда так, если говорить о... что нужно сделать, чтобы их было больше меценатов и как увлекать, то... Если упрощать, то так. То все очень просто, это вот нужно формировать, конечно, на уровне ценностей, все это желание помогать. Не очень просто. Ну, я имею в виду просто сказать. Сделать, конечно, все сложно. И здесь нужно расширить, наверное, подход не только с точки зрения мецената, в целом благотворительности. То есть не зря вот сейчас проходят уроки добра и детей учат благотворительности. Вот нужно туда, с тех малых лет вкладывать в сознание наших детей, что помогать это хорошо, это правильно и помогать разносторонне. А дальше... Ну, если специфика для культуры, потому что помогать в целом... А дальше есть благотворители, которые помогают исключительно тяжелобольным детям, есть благотворители, которые помогают культуре и дальше уже формируют каждый свои ценности. Кому-то хочется помогать культуре, тут я точно соглашусь однозначно с Игорем, никто, никакой закон не сформулирует, не заставит помогать там, где хочется всем нам здесь присутствующим. Человек помогает ровно там, где хочется ему помогать, где откликается. Это как, возвращаясь к нашему основателю, откликается ему этот проект, хочет он помогать этой институции. И он прав, две тысячи раз прав, что он помогает именно этой институции. Есть другой меценат, который помогает кому-то другому, который больше нравится и подходит. Здесь действительно, чтобы в принципе желание помогать, в том числе культуре, оно должно закладываться с самых основ, то есть там в детстве, в юности и дальше накапливаются и накапливаются. Я больше других возможностей, во всяком случае, со своей стороны не вижу. конечно, потом можно поддерживать, развивать через законы, через формы какие-то, способы. Опять же, безусловно, институции сами должны привлекать меценатов своими способами, то есть развивать свои проекты и не только классические, думать о современных художниках, как их пригласить и куда их разместить, чтобы они не только в Манежный Арт Лайф или в гараж к Белову приходили, но и в Царицыно развешивались. Поэтому здесь многонаправленность работы и она достаточно сложная, конечно. Спасибо. Михаил. Что делать, чтобы меценатов стало больше, я не знаю, но я знаю, что делать, чтобы благотворительность была всегда. Вот смотрите, я сейчас приведу два достаточно простых и вульгарных примера. Был один фонд, который финансировал книжный фестиваль в одном не очень большом городе и было хорошо. Потом в фонде сменилась команда. И это как, приручили котеночка, потом выкинули. Нету больше этого фестиваля. Все, кончилось. А вот другой пример. В каком году умер Нобель, кто-нибудь помнит? А премию вручают до сих пор. Если бы эта премия вручалась на накопление самого Нобеля, они бы давно уже кончились. Тем более, что тогда доллар был другой, а евро вообще не было. Просто деньги, которые выделяются на Нобелевскую премию, они зарабатываются деньгами, которые когда-то заработал Нобель. Так вот, чтобы благотворительный фонд не превращался в ИП, когда благотворитель приходит на совещание, простите, за бедность, речи достает из кармана котлету в миллиард рублей и говорит, тратьте. Вот такого быть не должно. Он должен положить этот миллиард, чтобы этот миллиард работал, приносил доход, с которого будут оплачиваться благотворительные программы. Так это должно работать, а не так, как очень часто работает у нас. И все великие русские благотворители, они были тем же самым ИП. Тот же самый Дягилев, тот же самый Савва Морозов, он залезал в карман и доставал котлету. А так быть не должно. Должно быть, как у Нобеля. Спасибо большое. Игорь. Многие ответы уже прозвучало. И о том, что те, кто создает культуру, хорошо бы, чтобы они умели презентовать свои проекты, имели массу возможностей для того, чтобы рассказать о себе, рассказать о том, что они делают, увлечь своими идеями других людей, тех, у кого есть ресурсы, кто готов вкладываться. Опять же, поработать и с государством, презентовать государство через уже заявочные компании, через более оформленные возможности для представления своих идей и проектов. Ну и, конечно, тоже, мне кажется, правильные мысли прозвучали о уже другой стороне культуры, которая к прямому, прямого отношения к культуре и искусству и к креативным индустриям не имеет, но является культурой благотворительности и культурой взаимодействия. Да, конечно, меценат имеет право сказать, что вот я хочу вот это и дайте мне договор на второй день, но хорошо бы, чтобы он более цивилизованно устанавливал свои требования, чтобы он тоже следовал каким-то устоявшимся обычаям, там, делового оборота, может быть, в меценатстве уже и корпоративной благотворительности. Собственно говоря, корпоративная благотворительность по таким направлениям и развивается. Есть определенные подходы, политики, выстраиваются отношения, они оформляются различного рода документами, уже в рамках этих документов, в таком цивилизованном варианте, это взаимодействие происходит между теми, кто жертвует и теми, кто является объектами пожертвования, куда вкладываются ресурсы. И, на мой взгляд, еще очень важная вещь, это возможность взаимодействовать, хотя вот для той организации, которую я представляю, для обеих организаций, для фонда президентства грантов и для президентского фонда культурных инициатив, мы не можем идти на индивидуальные отношения, да, с какими-то из грантополучателей, помогая выстраивать какие-то партнерства. Но сам дизайн наших конкурсов стимулирует приходить заявителям вместе с партнерами, вместе с теми ресурсами, которые могут быть добавлены государственным, ну или наоборот, при наличии каких-то ресурсов частных, могут быть добавлены государственные. Вот мне кажется, в этом направлении еще лежит очень важный важный фактор влияния на развитие культуры, на развитие меценатства, там, корпоративной благотворительности в сфере культуры, частной благотворительности в сфере культуры. Это возможность создавать партнерство с участием государственных структур, государственных денег, когда одни к другим добавляются и влияют на ситуацию. Вот, пожалуй, что тоже очень важно для нас. Коллеги, спасибо огромное, спасибо за такое правильное начало, как мне кажется, нашего сегодняшнего дня. Мы постарались дать определение тому, о чем мы будем говорить сегодня. Мы постарались проговорить те вызовы, с которыми сталкиваются и доноры, и учреждения культуры здесь и сейчас. И я, наверное, хотела сказать особое спасибо Михаилу и Елизавете, которые обозначили два, на мой взгляд, очень важных момента. Это именно диалог, и благодаря вот этим словам Михаилу я могу сказать сейчас, что вообще-то весь сегодняшний день мы очень надеемся, что у нас получится выстраивать этот диалог. Мы специально делаем мероприятие, на которое приглашаем и ту, и другую сторону. Мы специально делаем 30-минутные перерывы для того, чтобы получились поговорить в куарах вот в этой комнате. Пожалуйста. Как мы сейчас делаем перерыв, пожалуйста, проходите. И я хотела сказать особое спасибо Елизавете за то, что она проговорила о потребности новых и больших площадок и малых площадок. Вообще, количество этих площадок, их, в общем-то, становится больше. Но, наверное, все равно сейчас они не вмещают весь тот спрос, который существует в этой сфере. через 30 минут вот в этом зале мы продолжим говорить про экономические вопросы, учреждения культуры, про устойчивость. А в еще одном зале, который будет, буквально вы пройдете через кофе-брейк, он будет рядышком с соседней двери, мы поговорим про международные проекты, которые сейчас безусловно реализовывать сложно, но очень важно. и я надеюсь, что обе эти сессии вызовут у вас интерес. Огромное спасибо, давайте поаплодируем всем участникам. АПЛОДИСМЕНТЫ